Давайте помолимся Аминь Это 37-я, 40-я глава книги Берешит включительно В этих главах события напоминают Сны Иосифа, ненависть братьев, продажа Иосифа в Египет Некоторые события жизни Иуды Такая странная немножко глава, которая из никуда пришла Иосиф в доме начальника телохранителей фараона Патифара Иосиф без вина попадает в тюрьму И толкование сном Иосифа вина черпи и хлеба дару фараона То есть мы с Иосифом встречаемся в 17 лет И расстаемся, когда ему 28 лет За два года перед тем, как он стал перед фараоном Итак, начнем 37-1 Иаков жил в земле странствования отца своего В земле ханаанской и чуть ниже Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих Потому что он был сын старости его И сделал ему разноцветную одежду Ну, много изменилось к этому времени В жизни Иакова Ему уже было 108 лет Но любимые грабли стояли на том же Самом удобном месте И он опять на них наступил Как Иаков делил своих жен На любимых и нелюбимых И, соответственно, между ними был Определенное противоречие Мы знаем об этом, да Также здесь явно делят и сыновей Вот И учитывая, что ребята были молодые От 17 до 24 лет Максимум восточная кровь Горячая То дальнейшие события, которые произошли С тем, что Когда Иосиф пришел к ним Они, соответственно, решили сновидца Наказать Ну, они как бы можно было предсказать Потому что, ну, видно Как бы Они были не очень воспитанные ребята Это тоже Можно поставить в определенной степени Ну, если можно так сказать В укор Иакову, да Вот То есть он не особенно заботился над тем Чтобы между сыновьями Был мир Мне часто приходится комментировать Этот раздел Тора Я обычно сосредотачиваюсь на ком-то одном Я достаточно часто его комментирую И рассматривал и жизнь Иакова И Иосифа, естественно И однажды остановился на Иуде Вот Значит Но здесь как-то Я вдруг впервые немножечко Как бы так отстранился И увидел эту ситуацию Ну, с высоты или со стороны Тогда вот И увидел вдруг Все действующие лица одновременно И я стал рассматривать эту ситуацию Как Которая произошла в жизни Ну, во-первых, это Можно сказать Одна из первых еврейских семей То есть Ну, первая там по счету Если их посчитать Вот Еврейская семья И С другой стороны Это была Община верующих Это была Как бы Можно сказать Церковь такая Значит Семейная Да И там были Там люди Они были верующие Я как-то вспоминаю Один фильм Вот именно О жизни Иакова И об этой ситуации Ну, наверное Скорее всего Называется Иосиф И вот там Братья Они сгрудились Буквально на одном Двумя На двух метрах Квадратных Десять человек Здоровых мужиков Все такие Бородатые Изображены Вот И они там Ссорятся Махают руками Знаете Так Ну, такой Восточный Такой базар Кагал Такой И вдруг Кто-то вспоминает Имя Всевышнего И у них Треск Все прекращается Я не так Так благочинно Слава имени его Понимаете Я уверен Что оно так и было Это была семья верующих Друзья И давайте мы взглянем На эту семью верующих Ну, с точки зрения Вот, что произошло Семья верующих А произошел Ну, трагические события Произошли Восстали братья На своего брата Сначала хотели По-серьезному Хотели его убить Вот А потом По-серьезному Продали его в рабство Ну, хуже не бывает Вообще-то Честно говоря Да Вот И я предлагаю Вот посмотреть Реакцию Каждого Вот здесь вот Вычленяются Некоторые такие вот Группы Там или личности Да Посмотреть реакцию Каждого На то, что произошло Итак Произошла трагедия Любимый сын отца Значит Ну, он считал Что он умер Вот И что же происходит Иаков Отец семейства Потерпел еще один Страшный жизненный удар И практически Духовно умер Почему я об этом говорю Потому что Когда Сыновья ему Пришли К нему Ну, после Египта И узнали Ну, когда они узнали Что Иосиф жив Вот Он сначала не верил Но потом Когда они ему показали Там дары И так далее И он увидел Поверил И написано И он Дух И дух его ожил Как-то Виктор Росток обратил Это внимание На это Вот Реально Он ожил Дух его И там написано Именно Дух Руах Не просто Там душой Знаете Ему было плохо Душевно И вдруг Он это То есть Он реально Был в очень Тяжелом Духовном состоянии И я Так понимаю И имею возможность Исходя из этого Предположить Что Что значит Умереть духом Да Духовно Духовно Умереть Это значит Отделиться От Бога Он закрылся От Бога Наверное Вот это Состояние Которое Длилось Долго Оно Длилось 22 года Вот он В таком Состоянии Он очевидно И пребывал То есть Он жил Он руководил Семьей Там Стригли Овес И так далее Но Он Закрылся То есть Он не перестал Быть верующим Он знал Что Бог Есть Вот Но Он просто Наверное Потерял К нему Нам трудно судить Правильно Человека Мы же не были В его ситуации Слава Богу Но То что есть Что мы Мы видим Эту ситуацию И мы понимаем Ну так бывает Вообще в жизни Верующих Ну бывает Так Согласитесь Что бывает Так Мы знаем Наверное Некоторые из вас Знают людей Которые Да Они верующие Они ходят Но они не радостны В жизни нет радости Они Как бы закрыли Они не верят Что Бог добрый Что Он любящий Им кажется Что все Уже Как бы жизнь Закончилась И как Яков говорил В горе себе Сойду в могилу Вот Значит Это первая реакция Иуда Вот Вот это вот Глава Об Иуде Он Уходит Из своей семьи Общины На долгое время На долгое время Где-то 20-22 года Я предполагаю Что он уходит Примерно в это время Потому что Мы уже видим его С братьями Ну там У Иосифа То есть он вернулся Таки через какое-то время И минимум Это 20-21 год Он жил Вне Вне Братьев Он женился На Хананьянке Подружился Не с верующими А с Хананеем Подружился Родил троих сыновей Двоих потерял Жену потерял Я так понял Что оказался У разбитого корыта И все-таки Возвратился В свою семью Общину Вот И Аллилуйя Вот Значит И Вместе с братьями Мы видим его Уже Мы видим его Перед Иосифом Ну что Такое бывает Вообще Когда А Вопрос Почему он Почему Вот так он Произошел Почему он ушел Я предполагаю В связи с тем Что в этой ситуации Ну которая произошла С Иосифом Он предложил Братьям Продать его Ну то есть Играл активную роль Там два брата Играли активную роль Снины массовкой были Руим сказал Не будем убивать А Иосиф сказал Продадим его Вот И Вполне возможно Что Как бы Его Избрали Ну как правило Как это бывает Не очень Такие духовно развитые люди Избрали его Козлом отпущения Кто-то же должен Наверное Они ему Поставили в вину Вот Ты видишь Что случилось с отцом Ты сказал Мы не говорили Мы не хотели Ну я так предполагаю У меня есть к этому основание Согласитесь со мной Что похоже на это И примерно в это время Вот когда Произошли эти события Значит Он Ушел Ушел из дома Бывает такое Тоже бывает Бывает когда Верующие Очень часто К сожалению Бывает Обижаются На братьев и сестер На пастырей Ну на все на свете Любви нету Того нету А должно быть И так далее И уходят Да На долгое время Иногда возвращаются Иногда не возвращаются Иногда через долгое время Возвращаются Я встречался С разными ситуациями Я хочу сказать Так бывает То есть В жизни верующих людей Так бывает Братья Обычно мы о них Ничего не говорим Они как бы Такой Остаются массовкой Да Вот Но я вдруг Их тоже увидел Ну здесь именно Братья Десять братьев Вениамин не в счет Потому что Ему там было Ну три-пять лет Где-то так Ему было несколько лет Потому что мы С Иаковом Мы встречаемся Через одиннадцать лет После выхода Из Харана То есть где-то На этом пути Родился Вениамин Значит ему было Всего несколько лет И того Десять братьев Вот Живут И дальше Как они живут В нераскаянном грехе Они живут Они видят отца И у них нету сил Душевных Духовных Я не знаю каких сил Человеческих сил Сказать ему правду А ведь скажи правду У него же будет надежда Да? Ну так они не сказали правду Вот Изменились ли они Братья? Я думаю что да Потому что когда мы видим их Перед Иосифом Это внутри видно Что эта ситуация Все-таки на них повлияла Вот Они изменились Они все-таки Нашли причинно-следственную связь Между своим поступком Тогдашним Иосифом Да? И их бедственным положением В этом Значит В Египте Они нашли эту связь Вот Но тем не менее Вот эти вот Двадцать Двадцать два года Они смотрели на этого отца Они жили Они жили Вот с этим они жили Да? То есть Ну грех какой Какой-то грех Ну я думаю что для нас Мы не будем там на себя Вот это вот Надевать Да? Их провину Скажем так Но в определенной степени Это согласитесь Что это Как сказать Прообраз Да? Прообраз жизни В каком-то В нерешенных вопросах С Богом и с людьми То есть человек верующий Он живет Он даже может служить И так далее Но что-то у него внутри Не решено И что происходит в результате В результате Внутри Происходит Ну нету радости Скажем Потому что они же видят отца Да? Они же понимают Что они Неправы были Они же понимают К чему это привело Так бывает И мы так бываем Вот здесь вот уже могу сказать Так бывает Что есть нечто между нами И между Богом Да? То что мешает нам Получать радость То что мешает нам Жить в полноте Божьей И видеть изменения В своей жизни Я так думаю Что вот как бы то ни было Вот они Как бы В чем-то больше похожи Больше похожи на нас Мы конечно хотим быть Иосифами Вообще там Видим себе Иосифами Да? Крепкими Такими Вот Ну я так думаю Что это Это Есть Почему? Потому что Как бы Многие Вопросы Мы видим Вот эту вот Причину Через жизни Основателей народа Да? Через Авраама Исаака Через Иакова Мы видим Как Скажем так Как характеры И как наши решения Генерируют обстоятельства Вокруг нас Согласны И в жизни Авраама Бог начал говорить Только тогда Когда он Реально вышел Из земли И вышел Из родства Уже начались Реальные изменения В его В его жизни И в жизни Иакова Мы видим Как вот этот Его характер Генерирует Обстоятельства Не Бог его ставит Друзья Не Бог ставил Иакова В эти обстоятельства И не Бог Ставит нас В эти обстоятельства Мы сами Генерируем Притягивая Согласны Со мной Или нет Или кто-то против Нет Ну слава Богу Я по крайней мере К себе Я это отношу То есть я понимаю Что в моей жизни В моих Обстоятельствах Сегодняшнего дня Виноват Не кто-то А я сам Принимал решения Какие-то Это мой характер И Бог со мной работает И он работает Также с каждым из вас В нашей жизни И также Он работал И с братьями И он работал С Иосифом Потому что его характер Тоже мы видим Он не совсем Сейчас я перехожу К Иосифу Он не совсем Такой Правильный Как и у многих Из нас И я думаю Что многие из нас Не только Братья Иосифы тоже Я верю в это Пусть характер Не безупречен Но тем не менее В трудных обстоятельствах Иосиф повел себя так Как я думаю Хочет Бог Чтобы мы себя вели Да Мы сами Завели себя В эти обстоятельства Да Даня Бог Никто его не тянул За язык Рассказывать Про эти сны Как он будет Возвышаться Над братьями И этим еще Возвеличивал Поднимал Вот эту проблему Внутреннюю Которая была В семье Ребе наш Вы помните Десять проповедей На тему Иосифа Как-то Произнес Отличные Советую вернуться Они Очевидно В интернете У нас есть Кто хочет Именно разобраться С собой Своей судьбой И так далее Там Очень назидательные Проповеди Вот Но самое Главное Что мы можем Из жизни Иосифа Мы можем сделать вывод О том Что Он делал Он делал Правильные поступки При всем при том При этих Жестоких обстоятельствах Он 13 лет Находился в рабстве И в тюрьме Но тем не менее Он помнил о Боге Он хранил Свою святость И он Поступал Не перед людьми А перед Богом Он знал Что Бог Видит его обстоятельства И я верю Об этом не сказано Но я верю Потому что Видно из его жизни Что он всегда Знал Что Бог Силен Решить его Жизненные проблемы И вытащить его Из этих жизненных обстоятельств Давайте скажем Аминь Потому что Он силен И в нашей жизни Также делать Могущественно Помогать нам Выходить из всех обстоятельств В которую Привели Наши собственные Решения Потому что Закон Синие жатвы Никто не отменял И завершить комментарий Я хочу Стихами Из послания Иакова Для современных верующих Смотрите Они очень Ложатся Хорошо в контекст С великой радостью Принимайте братья мои Когда впадаете В различные искушения Ну то есть Проходите Сложные жизненные ситуации Здесь имеется ввиду Искушения Когда находитесь Внутри Вот этих жизненных ситуаций Зная Что испытания Вашей веры То есть Оказывается В это время Происходят веры Производит терпение Ну терпение Не терпилы Знаете Которого бьют И который там Ничего не предпринимает А это Здесь имеется ввиду Я посмотрел Значение этого слова Терпение Оно Сродни терпению солдата Это Стойкость Вносливость Понимаете Там вот есть Ключевые такие слова Стойкость То есть они То есть человек разбирается Понимает Откуда проблемы И соответственно Он их переносит В молитве В покаянии В решении Ну жизненных ситуаций И поступает так Как поступал Иосиф Смотрим дальше Терпение же должно Иметь совершенное действие Чтобы вы были совершенны Во всей полноте Без всякого недостатка Ну здесь не имеется ввиду Хорошая прическа Значит там Хорошо выглядеть И так далее Здесь имеется ввиду Характер Согласны со мной То есть терпение Оказывается Оно влияет На наш характер И вот эти вот Плоды духа Плоды характера Они воспитываются В этом терпении А если написано У нас не хватает мудрости Ну как проходить Эти терпения Откуда взять силы Как решать Эти ситуации Если же у вас У кого не хватает Мудрости Ну то есть Что делать в этой ситуации Допросит у Бога Дающего всем просто И без упреков И дастся ему Аминь За все Слава Богу 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 Слава Богу